Ниоткуда не уходить, а наоборот, всему миру, особенно НАТО, Запад, сказать, что если будут позывы или какие-то предложения, чтобы мы откуда-то ушли, мы туда придем в удвоенном варианте. Вот если будет попытка выдавить наш миротворческий контингент из Молдавии, мы его удвоим или утроим. За счет чего? Там все почти с русскими паспортами. Там около полумиллиона жителей, это 250 тысяч. Они граждане России. Мы их по конституции обязаны защищать, но они и не просят. Оружия там предостаточно. Оружие в Молдавии было складировано, колбасный населенный пункт, на всю третью мировую войну в Европе. Мы были готовы, чтобы может начаться война, и там был главный склад. Юго-западное направление. Да, юго-западное направление. Его нельзя ликвидировать. Если взорвать все, что там есть, то Европа содрогнется. Вывозить некуда. Это опасно. Ишелом в пути могут специально подорвать. Платить никто не хочет. Поэтому склад будет стоять там по прямому предназначению. Он будет использоваться для вооружения наших миротворческих сил. Что бы им ни насоветовали, наш ответ будет жесткий. И заранее сказать, заранее сказать, что вы кровью умоетесь и не успеете добежать до Кишиневского аэропорта. И никто вас не посмеет защитить. Мы всех вас достанем. Это маленькая страна. Там два часа и конец этой страны. И там стоят отборные войска наши. Которые все, что можно. Там пол Европы могут пропахать. Поэтому здесь они должны сидеть скромно. Не возникать. То же самое по Белоруссии. Лукашенко пусть думает. Когда там ворвутся с запада какие-то войска, непонятно какие могут быть. Какие-то ЧВК и прочее. Уже мирное население может пострадать. Нужно сегодня войска вводить. Он может всю свою армию отмобилизовать к западным границам. Пожалуйста, без нас. Но он должен сделать так, чтобы там не было 22 июня. Когда будет поздно. Поэтому это два направления опасных. И надо сделать так, чтобы отбить охоту. А и НАТО поймет, и американцы поймут. Тем более сценарии известны. Нового ничего не будет. Белоруссия уже известна, Молдавия известна, Украина известна. Все. Единственное, в зоне риска президент Турции. Вот и он может пострадать. Ибо хождение и гуляние по Кавказу для него может закончиться плохо. Но самое опасное, конечно, западноевропейское направление. Вот Минск и Кишинев, если они будут беспокоить, то не получится ли так, что из Кишинева и из Минска начнется наступление по тем направлениям, чтобы навсегда успокоить и НАТО, и всю Европу, и американцев, и американские базы. На территории Украины все будут уничтожены. Владимир Вольфович, а можно до этого не доводить? Потому что тот сценарий, который вы описываете, неизбежно закончится уничтожением европейского континента. Ему...